Доклад я представляю как своеобразную мотивацию необходимости ранней диагностики Доклад я представляю как своеобразную мотивацию В поливленнику областной детской клинической больницы МН-2 попадают дети даже не по направлению детского хирурга, педиатра, а по рекомендации массажиста Массажисты у нас, как правило, очень опытные люди и делая массаж по назначению неврога по поводу, допустим, симптоматики перинатальной астерапазии Они замечают определенные изменения, отмечения объема, движения подрядных суставов и влияют развитие Я бы на вашем месте показала или не показала бы ребенка ортопеду Вот так и нередко попадают к нам дети кровного возраста, которых мы обследуем И действительно во многих случаях почти 100% вот в такой ситуации определяем дневно сыром дисплазии и заберемых суставов Обращаемость больных с врожденными заболеваниями в нашу поликлинику Здесь вы видите, что на первом месте по обращаемости стоит такая врожденная патология, как косолапость и другие деформации стоп А на втором месте дисплазия, тазопедуставов, вывих и подвих бедра На третьем месте кривошея Клинические симптомы враченного вывиха бедра Асимметрия складок бедер, асимметрия ягодичных складок, ограничение отведения бедер, наружное положение стопы Вот именно вот этот симптом чаще всего массажисты отмечают Укорочение ноги Ребенок начинает поздно ходить Притом у некоторых из них утильную походку, можно отметить, и роматон при врожденном одностороннем вывихе Диагноз ставится окончательно после рентгенологического исследования Производится рентгенография тазопедренных суставов Положение рентгенка на спине и сосвеченную гулю И тогда полученная информация более достоверная Мы видим при рентгенологическом исследовании следующие признаки Уплачения впадины, скошенность крыши ее Увеличение ацетабулятного гла Латерализация бедренных костей, то есть увеличение длины D Увеличение высоты H, то есть высокое расположение метафиза Проксимального конца бедренной кости Деформация линии Шентона В последующем на схемах это будет хорошо видно И отсутствие головки во впадине при высоком вывихе Перед вами рентгенограмма ребенка двух месяцев У него врожденный вывих бедра Вы видите резкую скошенность крыши Вот врожденный вы у ребенка четырех месяцев Вы видите, что антисенгенологические признаки выражены более ярко Мы говорили насчет линии Шентона Вот эта линия, которую я сейчас продолжу доказаться Линия Шентона Она не такая правильная, как со стороны здоровой С левой стороны, а деформирована Углообразно деформирована Когда нет ядерокостенения То лучше ориентироваться Использовать эту схему Так-взять схему Хеппин-Реннера Проводится линия горизонтальная Через дно в пазе И определяется угол Цитобулярный угол Здесь вы видите очень большой Соночек фиграция Там чуть меньше Угол между линией Келлера Это горизонтальная линия И линией, проведенной через две точки крыши в пазе В норме Цитобулярный угол Должен быть не больше 37 градусов Даже некоторые считают Что если разница Допустим, в 25 и 27, 28 градусов То со стороны большего Более выраженного угла Цитобулярного Надо считать Есть эспазенты Заветных суставов Затем Вот эта высота Высота Расположение Максимального отдела Верхнего отдела Головки В данном случае Метафиза Метафиза Ведерной кости В доле инии Келлера Ролина должна быть Не меньше Одного сантиметра Здесь вы видите Она гораздо меньше Расстояние От Игрек Красного Хреща То есть От центра Одна В пазле До До Середины Метафиза До Середины Метафиза Оно должно быть Не больше 14 мм В данном случае Гораздо больше Когда мы говорим О лятеропозиции То есть О лятеральном положении Верхнего конца Верхнего Метафиза Бедренной кости Ну Это Уже С ядрами Окостенения Более Яркая Выраженная Картина Клубника Левого бедра Еще Можно Применить И Другие Применки Вот Эта Линия Друга Шельтона Она Тоже Деформирует По сравнению С правой Стороной И Еще раз Линия Шельтона Резкая Деформация По сравнению со здоровьем В том Возрасте Группном Возрасте Когда Ставится рана Диагноз Лечение Проводится Консервативно Очень Простые Приемы Но Очень Эффективные Самое главное Волено Начать Применять Их Видите Широкое Пеленание Заменяющее Широкое Пеленание Шина Волкова Применяется Просто Нет необходимости В ней Лечебная Гимнастика Притом Движения Должны Быть Не такими Как Пропагативцы Рекламируются По Телевидению Я Однажды Видела Программу Малахова И там Демонстрировали Современный Массаж Когда ребеночка Двух или трех месяцев В общем Группом возрасте Подкидывали в воздух Крутили его Но Как Этого Движенного Болбанчика Это ужасно То есть Люди Не понимают Что Тканям Еще не Зрелым Тканям Ребенка Группом возрасте Надо относиться Очень осторожно Нельзя делать Резкие движения Поэтому Маму Мы обучаем Тут же При первом осмотре При первом приеме Обучаем Правильным движением Лечебной гимнастики Щадящим движением Массаж Спитной Неговисти Нижневеконечности Конечно Лучше бы общий массаж Делать Но просто Зная Такую Занятость Занятость Массажистов В поликлинике Я просто Стараюсь Не назначать Общий массаж Потому что Будет очень негативная Реакция Если клонит поток Детей С назначениями В нашей поликлинике На общий массаж А вообще Это более правильно Говорится И делается Про общий массаж Электрофорез 0,5% Томферина На пояснично-крестовую Область Для улучшения Кровообращения Для снижения Спазма Мощного спазма И спазма Сосудов Питающих Ягодичные мышцы И Всю область Таза И бедер Электрофорез Электрофорез Трехпроцентного Хлористого Кальция Это в том случае Когда Пройдет Уже Срок Предельный Срок Появления Ядра Костинения После шести месяцев Ядер Костинения Тогда Приходится Назначать Электрофорез Хлористого Кальция Наряду Со всеми Другими Методами Применяемыми Методами Лечения Вот так Выглядит Ребенок В шине Веленского Это Выглядит Очень простое Приспособление Удобное Для ухода за ребенком Позволяющее Движение Во всех суставах Тазобедно Колено И Очень эффективное С помощью Этой шины Бедро Находится В положении Отведения Вот именно Такое Положение Является Лечебным Еще Плюс Лечебная Гимнастика Аккуратное Скоржение Головки По Впадине Ну и конечно И физиотерапия Имеет Свою Положительную роль Все это Приходит К Излечению Или к Положительной Динамике У данного Ребенка Вы их Два Месяца Поставили Это Я уже не Обращаюсь К симптомам Биологические Вы их видите Теперь Слева Вы Видите Рентгенограмм Ребенка Через Три Месяца Заметная Положительная Динамика И Справа Через Шесть Месяца Можно Сказать Что Это Практически Уже Выздоровление Лечение Продолжается Лечебная Гимнастика Массаж Физиотерапия Охранительный Режим Предупреждает Что Сталить На Ножки Нужно Не Ранее Восьми Месяцев Ходить Не Ранее Один Месяц Вы Знаете Родителям Очень Хочется Чтобы Ребенок Пошел Как Нужно Раньше Раньше Чему Заседей И Иной Раз Приходит Вы Посмотрите Какие Кривые Ноги У Ребенка Действительно Колесо А ведь Он Начал Родить У нас Уже В 7 месяцев Поэтому Нужно Мы Замечаем И Вы И Все Мы Замечаем Что Сейчас Дефицит Санпросвет Работы А Родители Сами Не Интересуются Литературой Помогающим Распитывать Ухаживая Ребенка Это Результаты Лечения Шины Игленского В течение Трех Месяцев Сами Видите Первичный снимок И справа Уже Скошенности Крыши нет Видите Какая Крыша Впадина Уже В середине Вогнутость И Наружный Наружно-задний Выступ Уже Идет Тенденция Его Опускаться Книзу И Центрированные Головки Бедренных Корцей Девять Месяцев Результат Лечения Двустороннего Врожденного Слева Просто Именно страшно Посмотреть Когда Впервые Видишь Рентгенограмму Такого Ребенка Я Не показываю Но Это Вы видите Резкая Выраженная Раскошенность И Ребенку Девять Месяцев Лечение Это начато Рано В два Месяца И Видите Насколько Хорошо Установились Соотношение Товерные Соотношение Правильное Головки И Впадины Головка Расположена Правильно Линия Шентона Правильная Конфигурация Тут Есть Сомнения Но Что Сразу Мы видим Врожденный Вывих Врожденная Доформация Не так-то Быстро Отпускает Ребенка Мы видим Тенденцию К Валькизации То есть Слишком Прямая Бедренная Кость С обеих сторон Вот этот угол Шевечно-дефизатный угол Очень большой Без кости Валькизация И антитурсия Если Не обращать На нее внимание В конце концов Это приведет К вторичному Подвывиху К дефициту Попрытия крыши И необходимости Сложного Оперативного Вмешательства Вот то О чем я говорю Демонстрирует Вот этот слайд Который Мы видим Да Вроде бы Результат Хороший Мы видим Действительно Результат Хороший Но в то же время Обращаем Внимание И на Избыточную Мурилизацию Ведренных Костей У ребенка Если У ребенка Трех лет Лечения На Гол У Пром Есть Редактор Лечения Как Можно это Определить Без Рентгенограмма клинически Вы Заметите Даже На улице таких детей, а они ходят, ставя передний отдел стопы внутрь, в той или другой степени выраженности. Некоторые дети вообще стопу ставят чуть ли не под 90 градусов к оси голени, и родители жалуются, что ребенок не может бегать, просто падает, не успевая заседать сердцем, падает из-за такого положения. Вот это возраст ребенка в лекции указан 4 года, рентгенограмма рядом указана. Как проводить лечение? Использовать надо, в основном приходится использовать игровые моменты, игровую терапию, потому что в таком возрасте ребенок ни в коем случае не будет делать так, как тебе хочется. Он применяет дорожку следов, езда на велосипеде, езда на машине, ну разные приемы, лишь бы только в результате ребенок ставил ножку, стопу или прямо, или под углом, под углом к наружу, под углом, там градусов 25-30. Вот тут изображено, как она пытается правильно наступать. Это очень трудная работа, это перевоспитание мышц. Очень трудная работа. И родителям надо ориентировать, что на это уйдет не меньше двух лет упорной, постоянной, повседневной работы. Но зато не нужно будет потом ребенка оперировать. Этапы, вы видите, этапы лечения больной. Три с половиной месяца, вы видите, в дистазии от отбедренных суставов проведено консервативное лечение. В два года соотношение суставов правильное, то, о чем мы сейчас говорили, но определяется вольгизация бедренных костей. Дальше. После подверг, что было предложено? Вольгизация резко была выражена, предложена была подвергнутая устатомия, вы видите, слева, с двух сторон сделана подвергнутая устатомия. Это уже результаты оперативного лечения. Что происходит дальше? Вроде бы вмешательство, но вы, врачи, имеющие отношения к милиции, вы понимаете, что много мы знаем в милиции, конечно, много достигнут, здесь к астопедии, но все равно невозможно иногда понять, что и почему происходит в орговиде. Вроде бы была произведена аккуратная, щадящая, остатомия, поперечная остатомия, подвертальная. Почему не прикасались там к восковым зонам? Почему вот так себя ведет вертол? Почему он деформирован? Почему идет кверху? Почему вместо вальбусного положения опять вальбусное положение и вторичная уже патология, резкое ухудшение движения в тазобедренном суставе. Так что пришлось в дальнейшем оперировать эту больную, пришлось оперировать в институте Турнера. Вы видите, что произведена была довольно тяжелая операционная травма, да? Ну, это уже разработано все вмешательство, техника вмешательства. И в конце концов, несмотря на то, что это разработано и в научно-исследовательском институте произведена операция, где все было учтено, в конце концов, мы получаем вот такой результат. Двусоронний дисплотический коксартроз и ребенок-инвалид детства. Казалось бы и начать лечение, концертное лечение дисплозии правильное, но упущен момент, когда надо было упорно проводить, продолжать дальше концертивное лечение, чтобы предупредить инвалидизацию, то есть лечить вот это вальбусное положение бедренных костей. И, конечно, очень осторожно подходить к постановке показаний кооперативного лечения, допустим, в данном случае подвергнуты врезирующей институтомии. Здесь показано распределение инвалидов детства по видам ортопресских заболеваний и последствий травм. И вы видите, помните, я показывала слайд, что дисплозия по заболеванию штрафа у детей занимает по числу обращаемости детей в поликлинику второе место. И посмотрите, врожденные вы бедра и разные виды дисплозии, не лечены с последствиями разными, они вышли на первое место составляют от всех инвалидов, которые фиксированы у нас в поликлинике, 19,6%. Ну и остальные просто даны для сравнения. Благодарю за внимание.